Здравствуйте! Вас приветствует компания Viva Telecom. Меня зовут Вадим Калинин. И сегодня я представлю вам уникальную радиостанцию, работающую в КВ-диапазоне. Называется она Ferro L1. Данная радиостанция чем интересна и чем она уникальна, как я вначале сказал. Поэтому радиостанция в первую очередь предназначена для связей в каких-то горных рудниках, скажем, через горную породу. Первостепенное ее назначение такое. Но она, естественно, может работать и на открытой местности, то есть в лесу, в поле, в степи, используя диапазон от 1800 до 2000 кГц. То есть данная радиостанция работает в двух диапазонах частот. То есть производитель рекомендует использовать нижний диапазон частот от 980 кГц до 1020 кГц для связи именно через горную породу. А верхний диапазон частот от 1800 до 2000 кГц используют для сеансов связи на открытой местности. Данная радиостанция Фера-Л1 полностью разработана в России. Сборка производится тоже в России. Мало того, не просто в России, а в городе Омске. То есть разработчик и производитель в это одно лицо, и они расположены территориально в городе Омске. Понятное дело, что некоторые комплектующие производители выбирают импортного производства для того, чтобы увеличить надежность, ну и в некоторых случаях даже уменьшить стоимость. Так как не всегда, допустим, выбор того же микрофона целесообразен отечественного производства. Так, проще использовать уже готовое изделие, во-первых, для обеспечения влагозащиты, как вот данный микрофон соответствует стандарту IP67 по влагозащите. Так как радиостанция, естественно, будет работать больше в полевых условиях или в шахтах, где тоже, естественно, и уровень влажности большой, и уровень пыли, тумана достаточно высокий. Соответственно, микрофон выбран IP67, он иностранного производства. В данном случае он производства компании Моторова. Также зарядное устройство используется в комплектации иностранного производства. Расскажу, для чего, получается, данная радиостанция нужна. То есть, для связи через горную породу и для передачи текстовых сообщений. То есть, о состоянии, допустим, вы можете передать сообщения из шахты, например, на поверхность земли. Экспериментальным путем, ну, естественно, проводились уже многие испытания в таких странах, как Австрия, Чехия, Польша. Сейчас идут опытные испытания данной радиостанции в Швейцарии. В России на некоторых разрезах уже станция, это успешные испытания прошла. Применяется она уже более года, то есть, не только опытная эксплуатация, а уже в рабочем режиме. В МЧС Казахстана эти станции работают очень успешно. По дальности радиосвязи. Для открытой местности рекордные дальности у нее составляют, ну, около 100 километров. Открытая местность с относительно ровной поверхностью. Если будет местность холмистая и лес, то она работает в 40-50 километров, гарантированно 30 километров. То есть, в этой дальности даже 30 километров указано в паспорте на изделие. Через горную породу как она работает? Если вы, скажем, работаете через породу, которая не содержит металла или содержит его мало, то станция данная позволяет связаться на расстояниях до 400 метров, фактически стабильно всегда. Она может связаться именно не через какие-то проходы, а именно через горную породу. Рекордные дальности при породе, состоящей из сухого известняка, достигают 1 километра. Если горная порода содержит железо, до 66% была станция проверена, то есть в горной породе содержится 66% металла. Тогда она позволяет связываться между двумя станциями около 50 метров. Но сразу еще хочу сказать, что в режиме передачи сообщений она работает где-то в 3 раза дальше. То есть для передачи сообщений дальность у нее еще увеличивается. То есть если в каких-то экстренных ситуациях вы не можете воспользоваться голосовой передачей, вы всегда можете еще и текстовое сообщение передать о аварии или еще о каком-то событии, и вас услышат. Применение, естественно, на рудниках, на горнодобывающих предприятиях, везде, где нужна голосовая связь или передача какой-то текстовой информации длиной до 120 символов станция может передавать. Также данная радиостанция может работать в режиме для транслятора, то есть передавать сообщения. Например, вы можете организовать сеть из этих станций и передавать текстовые сообщения. Теперь о самой радиостанции, о характеристиках. Как я уже сказал, она работает двух диапазонных частот. Нижний диапазон предназначен для работы через горную породу, верхний диапазон для работы с открытой местностью. Дальше. Мощность у нее выбирается передатчика 1 или 5 Вт. Соответственно, для большой дальности у нее 5 Вт. Для малой дальности, если вы где-то близко между станциями находитесь, расстояние небольшое, то вы можете использовать мощность 1 Вт. Это позволит экономить аккумулятор. Аккумулятор здесь установлен внутри корпуса. Он емкостью 4,5 А, литий-ионного исполнения. Станция с полностью заряженным аккумулятором работает не менее 8 часов. В стандартном цикле 1.1.8. То есть на 10% времени она работает на передачу, 10% на приемы и 80% в режиме ожидания. Далее. В комплекте поставки что идет? Идет сама радиостанция FERA-L1. Ручной микрофон идет в комплекте. Антенна идет переносная с автоматической настройкой. То есть выбирая рабочую частоту, вы автоматически подстраиваете КСВ на данной частоте. Я позже покажу, как это делается. То есть вот эта уникальная разработка российская антенна предназначена специально для этой станции и разработана была именно для нее. Также в комплекте идет зарядное устройство для аккумулятора. Естественно, паспортное изделие на русском языке. И нейронный чехол с плечевым ремнем для переноски радиостанции на теле. Здесь также у чехла есть верхняя панель быстросъемная для доступа к клавиатуре радиостанции. Так, теперь по конструктиву самой радиостанции. То есть спереди у нее есть два входа. Левый вход для подключения антенны, правый вход для подключения микрофона. Далее кнопки управления и экран жидкокристаллический. На верхней панели содержится полнофункциональная клавиатура для набора сообщений. Она содержит в себе 64 клавиши. Есть и латиница, и кирилльц. То есть русские буквы и английские. Сама радиостанция металлическая, выполнена вот в таком небольшом корпусе. Кабаритные размеры у нее, получается, 12 см она занимает по ширине и чуть более 20 см она в длину. Весит радиостанция полтора килограмма. На задней панели расположен вход зарядного устройства. То есть вот он такой многоконтактный вход. Далее я сейчас станцию тогда подключу и покажем, каким образом она работает, допустим, с автоматической подстройкой частот. То есть для автоматической настройки нам будет обязательно подключенный микрофон и, естественно, нужна будет подключенная антенна. Антенну лучше держать вертикально для работы. И ее нужно держать так, чтобы не было впереди, ну, в смысле, рядом никаких токопроводящих поверхностей, чтобы не создавать помехи при системе связи. Ну, в смысле, чтобы антенна работала более эффективно. Кнопка включения находится под разъемом антенны. Радиостанция включается. Как видите, у нас сейчас рабочая частота 1800 килогерц. То есть это для работы на открытой местности. Кстати, антенна, да, я не сказал. То есть если вы будете работать именно через горную породу, тогда антенна будет другая в комплекте поставки. То есть она эффективно настраивается только в одном из диапазонов частот. Либо в верхнем, либо в нижнем. Поэтому при заказе имейте в виду, то есть, что нужно будет вам решить, где вы будете работать. Через горную породу, либо на открытой местности. И, соответственно, антенну в комплекте поставки вы будете заказывать тогда определенного диапазона частот. Так, чтобы начать работать с радиостанцией, я вот сейчас антенну возьму. И вот мы входим в режим работы автоматической настройки. Он через некоторое время, если мы не настраиваем антенну, он выходит из этого режима. Соответственно, выбираем, ставим антенну для проведения сеанса связи нормально. И для автоматической настройки нам нужно будет нажать на клавишу передачи. Вот двигатель внутренний. Если слышно, то он автоматически подстраивает антенну. Вот, видите, дошло до минимального значения. Сейчас КСВ равен 1,37. Ну, да, 1,33. Все, мы отпускаем, соответственно, тангенту. И у нас радиостанция работает. Для того, чтобы выйти в диапазон, ну, в смысле, в режим обычной работы, вам нужно отпустить тангенту и дождаться некоторое время, либо через меню выйти в рабочий режим. Также сейчас я вам... Ну, и все, теперь можно осуществлять сеанс связи. Только обращайте внимание на уровень помех. То есть, если вот вторая строчка на дисплее, ну, точнее, третья, под рабочей частотой. Если уровень помех высокий, то, соответственно, нужно будет выбрать другую рабочую частоту и настроить на ней, пройти процедуру автоматической настройки КСВ снова. И сеанс связи лучше осуществлять на минимальном уровне помех. Ну, давайте я покажу еще, как включается режим ретранслятора. Ретранслятора. Плохо видно мне отсюда. Так. Вот, выбираем пятый пункт меню и включаем режим ретранслятора. В этом режиме, получается, дисплей загорается инверсионным цветом, и радиостанция сама уже не может осуществлять передачу. Она работает только в режиме ретрансляции. Соответственно, вот наглядно показывается инверсионный дисплей, что работа осуществляется в режиме ретранслятора. Ну, на этом все, то есть полевые испытания. Вы всегда можете, данная радиостанция есть у нас в наличии, ну и смотрите на сайте, временно, конечно, бывают перебои, что их в наличии нет. Вы всегда можете, допустим, провести собственные полевые испытания, обращайтесь к нам, с этим вопросом мы вам поможем, то есть решим. Все технические характеристики указаны на сайте. Кому понравилось видео, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. В нашей группе ВКонтакте вы можете сделать заявку на будущие обзоры. Всем спасибо за внимание.